Пока фристайл, и мы сияем ярко, и мы продолжаем. Александр Поломкин представляет дневник Маслова. Итак, матч ответный. Соответственно, Вест Бромвич против Ласт Пальмы. Первый матч 1-1, но мы голы не считаем, мы их обнуляем. Половинки мы считать не будем. Да, сейчас Найкуша пойдет и себе нальет еще чая, как бы, с Мелиссой. А, соответственно, тут МС Фоломкин будет продолжать эту замечательную трансляцию. Мы надеемся, на жесткий хардкор и пенальти по центру нет. Да, живем роскошно, живем по карте. Здесь будет очень крутой матч. Надеюсь, в этот раз конды будут получше, и сразу же мы начинаем игру. Долгое соперники не возятся, выставляют составы. Великолепно, окошко ОБС нам не мешает ни разу. Вот уже видим, что Трэперунор сразу же в атаку пошел. Микрораспасовки, так называемые. И вот уже в атаке у Аспармас. Командам уже нечего терять, поэтому только в атаку нужно идти. Первый матч 1-1. Я их увидеть буду сейчас, что там за окошечком-то, да? Походит по флангу из Бронович, но это не увенчалось успехом. Ну, кстати, тут окошко приятное оставили. Ребятки видели охрененное, так сказать, качество. Что, тут опять навесы, да, идут сраные? Да, да, да. Это риска какая-то полная. Скр-скр-попал. О, что, пинати? Нет. А, тут все куплено. Юся. А, ну тут классика, классика мистера кота. А почему он не поменял защитника, лол? Что за бред? А мистер код Юсик с фирменным лицом сейчас сидит? А, есть мистер код и доктор пёс. А мистер код Юсик. Кр-скр-попал. У него фирменное лицо? Ну, такое нет пока. Когда будут какие-то голы охреневшие туда. Ого, вот это было сладко, это жёлтое. О, похоже, страсти накаляются. Тебе, да ладно, жёлтого не дала. Там прямой просто ногой ему в опорку, лол. Ну, так. Это не хоро. Это крысиные подкаты. Так, рекиик. Ну, вообще, некому. Мне кажется, команда, которая пройдёт дальше. А, чё, слышишь, пока ты ничего не сказал? Походу, опять говно какое-то. Опять, слышишь, сайсета опять нет. Лол. Я говорю, команда, которая пройдёт, я думаю, в следующей стадии. Куда ударили? Ни на ворот не попал! Евген у нас столько бомбит, что он даже уже не показывал повторы. Это Евгения Масленникова, да? Вещи, 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 вещи. В этой игре прям сейчас. Ну, я думаю, что Евгений Масленников чилит только С-класс. Ну, он колдук ранен, походу. Это, по-моему, С-класс. Икс Навара. Готов тут и... Ой, С-бэшник пошёл в атаку! Чё за трэш творится? Блядь, смотри, он просто разрывает на битах. Кальери! Эдер, ударим! Ты куда ж, о, Флэн Фостер! Иван Манчестер, я не знаю, не в первом-первом матче вообще когда был просто дрисневый удар. Слушай, но Бен Фостер всё-таки не один десяток матчей за мю провел, ну как? Вкраткар Патал. Экстар Бонус. Так вот, ты мне мыслом сделал закончить, я говорю, команда, которая пройдёт дальше, я думаю, без травм не уйдёт на следующую стадию. Я думаю, что да, во втором тайме будет вообще полная, блядь, дрисня. Рубка. Ну да, скорее всего. Виктор Фишер. Да, это легенда Аякса и Бавари. Знаешь, игру про Агента Фишера, кстати? Как она называется? Называется то, что маслобаза создаёт там и делает это. Ну да, это мой агент Фишер. Фишер. Вы можете докладывать. Там, кстати, Дэров 1 на 1 и вырвался. Ну что вы вообще можете по этому замечательному матчу сказать? Ну, явно получше прошлого, тут хотя бы видно, что канта лучше. Ну да, чуть-чуть. А те маслобаза не засылала, да, эту систему? Какой-то. Ну, виси на, чувак, виси на. Это полная дрисняща. Видно, что кровяки резвее. Ну, чуть-чуть, да. О, это пенальтик, кстати, я поставил бы. Видно, что там по опорной ноге опиздрячил, так сказать, соперника. А как вы вообще считаете? Вот смотрите, вы комментируете, там, Войс комментирует, там, Евгений Масленников комментирует. Ну, помогает. Мне кажется, что за это надо премию давать там около 3-5 лямов, то есть не считаете сколько матчей, да? Согласны вы как считаете? Я комментирую для души. Ну, это нет, я тоже для души, как бы. Я в любом случае, типа, я комментирую тысячу матчей за 10 лямов, как бы. Мне нравится залететь как патрон на трансляции. Эй, пусть и бетро, это нигеры боятся. Я сегодня, ну, так сказать, ну, такой бой. Если бенкроу дадут, то уже приятно. Да, так варен, если Юси еще тут будет прыгать, как, ну, так сказать, штемштермик маленький. Ну, он реально футболист. ДДР, мотается. Нет, вы хотите кушать, с этой есть у нас. Кушать, скушать. Мне кажется, что... О, это было жестко. Нарывается Евгений Масленников. Это Маседа просто. Ну, такой, знаешь, домосед. У него, кстати, неисправленная кожа. Кожа, кожух у него. Простатит? Да. Ему бы чуть, так сказать, сделать это. О, Моррисон прорывается. Сейчас гол будет с Масленского. Очень опасно. Рандон, что... А, Рандон СС-очка играет. Десяткой, короче, такой. Энколду. Аля, Александра Дальбера. Гарри, Энколду. Ой, ты, пожалуйста, такие вещи не говори. Это просто такого величайшего футболиста с таким, ну, знаешь... Удары и... Я имею в виду позицию, брат. Это был скрипт. Это был скрипт, чувак. Это был скрипт, потому что... Этеро просто говно. Ну, реально, говно. Ну, конечно, сколько ему травмах. Бесконтовый футболист. Он колду, кстати, не понимает, что происходит. А чё, Танана, что ли, левша? Да. А он справа мне их закладывал постоянно. Лол. Тварюга маленькая, лысая тварь. Бастас. Гомес. Это ебай Гомес или который... Пиратку ударит Танане! Ну, справа. Это который Виктор Гомес. А, ну, там Гомесов миллиард. Ну чё, 33 минуты встречи, соответственно, приятная игра. О, потеря. Надо в стенку сыграть. Ну, стиграй. У-у-у. Это жёстко было. Ну да, ты, в принципе, я согласен с тобой. Реально уже рубка началась такая. А, кстати, администратор может присмотреться к этому и дать штраф. Да ладно. Эмоции не должны быть убитыми. Куплены. Да. Как, как, как? На коду прям вообще. Ну да, в двух матчах, конечно, сияли ярко. Он прямо говорит, не продавай меня, не продавай меня. Удар и не попал. У-у-у. 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 Кстати, слышь, мне кажется, что, когда он так выпрыгивает и голос ставит, это скрипт, потому что я не рад за неё, чтобы так забивали. Типа, всегда бьёт рядом, но, типа, короче, дри сня полно. Так, мне нужно батареечки подзарядить для вейпа. Кстати, ты знаешь то, что вейп говорит неправильно, нужно говорить вейп. У-у-у. 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 У-у. 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 У-у-у. 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 У-у. 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 У-у-у. 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 А почему сейчас не ударить, а? Рандон сейчас гол будет, удар и... О, ну, прости, простил, рано Бонич. Помнишь, какой Бонич был читак сиза 4 назад, когда у него там все удары по 90 были? Довольно и сейчас не особо слабо. Ну, да. Ну, в этой игре прям сейчас. Если смысловая база еще сравнить, конечно. Ну, если честно, этот матч действительно заслужит внимания, но такой, знаете, второсортный что-ли, то есть все играют в какие-то автобусы, вот я вижу сейчас Фишер, угла в тропной. Ждем серию пенальти. Витя, Витя, удар и гол. Лафонт. Лафонт тайкер. Мы за серию пенальти все-таки. Да, конечно, мы топим за серию пенальти, осталось чуть-чуть продержаться. Лафонт молодец. С иглы. Удар и гол. Виктор Фишер и кто там? Ну, здесь ни Вудел, ни Лафонт, ни кто. А, Морисон. Навис, yes. Навис, yes. Хороший панч. Да. Это флип. Ну, такой, микрофлипик такой. Такой любительский, но такой маслояйцев. А чем же ответит Евген Масленников? Обмотал. Троих. ТДР. Угал штрафной. Ну, что же делаешь-то? Ну, четырех обмотал, пятерых не смог. Ну, вот сейчас, на самом деле, сейчас очень все плохо для Лас Пальмаса, хорошо все для Вест Бромича, потому что Вест Бромич уйдет сейчас просто в анальную защиту. Так называемый по лексиконам World of Tanks анальный деф. И что-то типа, короче, будет сейчас очень жестко. Ну, если не смотреть на счет, то, мне кажется, первый тайм за Лас Пальмасом все забил. Так же, как и было примерно там. Ну, то есть, там даже в первом тайме была более равная игра Лас Пальмас забил, а во втором тайме Вест Бромич, ну, типа, такой забил там херню за Рандона. Вот. Ну, такое, на самом деле, типа... Ну, еще ничего не потеряно, сейчас будет хост у Лас Пальмаса, как бы, ну, не выключаем телевизоры и, соответственно, смотрим это дело. А там ничего интересного в чате сейчас нет? Да я не знаю, я не могу. Может, ты смотришь, если я буду сейчас альтабутся, все это будет видеться. Нет, в чате игры. Почему же там переписка есть сейчас? Ну, тут, смотрим, моменты. Тут даже аж моменты записывают все. Или, может, пиво... Ну, короче, такой гол прям шарный, я не знаю. Ну, да, защитники херово сыграли, стояли, куковали. Ну, откровенно говоря, повезло тут Вест Бромичу. Блин, у него один момент за матч был, по сути, да. Вот даже по ударам 4-2, 7-4. То есть, даже цифры, соответственно, нам говорят о том, что мы, как бы, шарим в этом всей теме. Ну, не знаю, сейчас... Я думаю, что Лас Пальмаса сейчас нужно идти в атаку, шашки на голо, а... Ну, Вест Бромич, в любом случае, анальный деф. Вы сейчас увидите этот саммитс. Вот, да, уже сразу видно то, что трек-рунер сразу три защитника фланговых, сразу три защитника центральных, три опорника, двадцать, соответственно, томогавков. Шшшшш, шшшшшшш. Ща будет игра в навесы. Вот я отвечаю, ща в навес будет. Это вот, вот, с трек-рунером это неинтересно. Смотрите, что это вот такая дряхня странная, вообще просто лютейшая. Так. Нколду? Ну, Аниман завис, вам не терять ничего, нужно атаковать. Ну, про это интересно, не налита. Не на лито, никак, а с этот чувак. Нет, это реальное просто какое-то невезение. Франки бы просто левал бы нахер с таких матчей просто и говорил, что у него камера не настроена. Удар и не попал. Контрадака. Что сейчас будет? Сейчас наверное будет пас во фланг. Будет сейчас бежать и навесят. МС Клин. Ну он такой чистый как бы. МС как картошка, только чистый. Я буду звать его домашний. Потому что чистый парни конечно. Может он белый просто имел ввиду? Да, МС белый? Да, возможно. То есть он белый, богатый соответственно, ты черный. Оооо, если бы сейчас кстати рыло бы защитника и не встретилось с мячом, возможно была бы гола и все. Это ГГ уже. Левайчер. Ну тут типа смотри, Лас Пальмас забивает, Лас Пальмас прыгает. Лас Пальмас забивает, будет пенальти то, что мы хотели. Как бы все, все как. Лас Пальмас забол, Лас Пальмас топим. Да, согласен. Топим, топим за это дело. Ну мы, естественно, для интереса матчей исключительно. У меня конечно есть Энколду. Ой, вот это кстати рубка, это 3 ляма штраф. Я фиксирую, это будет отправлено администратор. Смотрите, это стопор. ФКДК. Да, это ФКДК, все уже отослано, все записано. Блять, что вам еще надо? Бесине. Почему не ударит-то, ну? Финквессон ударил! Бен Фостер. Ну это просто, это просто так, ну блять, везет тому Эйна и Куши. Финквессон. Да, Бен Фостер, ну, возможно, в Криховягу уже просто в защиту стал. Как вы думаете, Хребибуллин хочет сейчас сыграть? Да. А вы уже не хотите? Нет, уже поздно. Может все-таки сыграть матч? Нет. Может как-то все-таки канды заедут, а? Да нет. Сегодня не в кондиции я уже играть. Ну, сори. Подождем завтра. Завтра не смогу комментировать. Ну, вечером. ДР-1 открывается, там пас на колу, удар ей! Блин, ну что за говно? Ну, откровенно, конечно, фартит, короче говоря, Вест Бромичу и не фартит. Влад Парин с какой-то хуйней занимается, откровенно говоря. Реально, вот это наци... Ну, видим то, что ты как бы один человек на другом... Ну, в другой, так сказать, половине поля, а все остальные, блядь, стоят просто фапают. Ну, вот такие, если честно, вот это Саут Гемптон почему такое высокое место занимает? Это их вот эти схемы с Саной, они еще используются на Реборне и на, я не знаю, каких-то других проектах, потому что, ну, это реально, это, типа, убийство футбола. Это убийство футбола. Конечно, это комментаторский штамп. Перепосылки на своих полях. Это комментаторский штамп, но это реально такое есть. Рандон. Ну, впервые пас внизом в чужую штрафную, а не навес. Ну, видишь, навес и шарит. Хорошо. Как сказал бы Войс, ну, как, ну, может, так и играет. Мы пока обалдеем. Сейчас будет навес с левой. Удар и не попал. По мячу. Ну, единственное, я думаю, Ласт Паймаса реально есть шансы чисто на контратаке что-то сделать. Ну, для того, чтобы контратака была нужна атака у Возбромовича, он что-то не особо хочет убежать. Угу. Исключительно навесы и какие-то псевдопассы. МС чистый, в скобочках белый, богатый. Гол. Ой, нет, Моррисон. Хотел дубль сделать. Корякову сделал, но такая коряка злокачественная, так скажем. Которая вырезать на дна. Ооо! Какая ошибка! И отличный, подкад от Нытика! Та-тан, тананка! Ну, сегодня очень плохо играет, честно. Я от него ждал больше. У-у! Ну, короче тут видно, что чувак зеленая конда. Ну, да и видимо, что Кайседа вообще не в конди… Два матча – это просто какая-то невезение! Дали удар! И в ближний угол мог попасть, скобочки когда они… Не хотим смотреть. Остается все меньше времени. 72 минуты встречи, идеальный матч, в стиле АПЛ, вот это говнище кубковое, как против Manchester City в жизни сыграют, это 20 человек, сука, в защите, вот одна ошибка и все, ты, соответственно, сосай. Особенно угловые, это вообще сказка. Ну, в принципе. Да и скучнейшие игры абсолютно. Угу, вот сейчас бы, конечно, Баварку бы посмотреть было 8-1, да, это было приятно. Да. ЭДР прорывается, ЭДР, нет, тут Криховяк просто играет, видно, что в красной конде защитником играет центральным, это все понятно. Виктор Фишер видно сразу, желтый, красный. Навес и... У вас, памятница, никто вообще в атаку не бежит, кроме ЭДР, это провал, честно. Я думаю, что тут нужна схема у меня сейчас на 5 напов и не ссать. Жесткий, вот опять, кстати, это 100% блин, отказ вообще, играет. Как вы считаете, сможет Лос-Пармас отыграться? Да. Знаешь, ну просто он, так сказать, очки приобретет и будет сиять ярко. Потому что я хочу пинать, я хочу яркой игры. А не вот такой... Главное, что-то не Латшко. Ну да. Кушаться. Ну да. Кушаться. Ну что ж, остается 10 минут примерно в плюс добавленным, как бы, и, соответственно, Вест Бронич пока проходит в одну четвертую, да, как бы, Лиги Европы. Это она не может, не играет. Плохие кондиции, плохо настроил, конечно. Тренер это его, конечно, вся затея. Три матча подряд, конечно, не прет у него со стами, но что делать. Хэн Колду промахивается. Ну, мне кажется, сейчас второй гол будет и до свидания, как говорится. Ну, Моррисон чисто тянет время. Такая, знаешь, такая микро, это... Микро, ну, такая хит, хитруля. Угу. Я не понял, почему Лас Паймас не пошел в пять напов играть. Я бы, я бы играл, на самом деле. Какой-нибудь там гончирку ставить в атаку. Ну, Алито выходит, похоже, синий, наверное, какой-нибудь. Скорее всего. Ну, мне, вон, синий Абумиянг два мяча забил с Арсенал. Ну, Абумиянг и Алито, по этому делу. Но, как говорил, как говорил Великий Войс, нельзя сравнить футболистов. Еще раз. О-о-о-о, это ж... Ну, я не знаю, если это не рубка... Что это? Там прямой ногой вообще специально не развить атаку. Типа такое. Мне кажется, Кайс Эд надо будет даже синяя выпускать. Ну, я бы что так думаю. В синий иногда нереально решают. У меня Кейн синим, блядь, взбивал вообще з таких позиций, просто нереальных. Вот опять, смотри, прямым просто херачит, летит. Ну, 88 минут встречи, ну, сейчас Лас Пальмас, конечно, спасёт чудо, дабы мы смогли продолжить этот замечательный матч, смотреть, комментировать. Ребята, если кто-то сейчас смотрит, в скобочках не смотрит, ну, вы пишите мне, я хочу прокомментировать ещё сегодня. Игр 10 примерно где-то. О-о-о, тут все в защиту просто, и я. Ну, логично. Как говорится, почему бы и нет. Отвратительные матчи для зрителей. Я с честным согласен, даже не знаю заливать их, но я залью для двух лямов, чисто для бабок, ну, чтобы делать деньги, соответственно. По такие матчи только спать ложится. Ну да, согласен, как раз таки, что мы сейчас и займёмся, общих нет. Отвратительная игра, что одного, что другого. Одному не везёт, другой просто занимается какой-то откровенной хуйнёй. 20 навесов, соответственно, ну да, всё. Поздравляем, но проблемс. Свой с Бромича поздравляем, ну, как говорится, не забиваешь ты, забиваешь тебе. Смотрим гениальные атаки. Кряхтим, так сказать, креслом. Ну да. Ну, тут вот видно, что тут просто пожалел Танани, просто, не знаю, правой ногой ударил. Ёбаная козлиная тварь, извините. Вы в финале. Я скажу, что немножко я разочарованный. Охуенная игра соперника весь матч. И первый, и второй охуенные навесы мне понравились. Очень приятно, очень вкусно было. В стиле АПЛ, да? Да, именно в стиле АПЛ. Я не понимаю, как он вообще в Еврокубке попал. Наверное, на навесы. Ну вот, то есть 16 очков у него благодаря навесам. Я думаю, да. Он вообще, он берёт рандона, вместо того, чтобы, я не знаю, как-то смещаться им в центр, бить. Он бежит ещё ближе к бровке, типа, им навешают. Охуенно. Кстати, Евгений, тут спрашивают в чате, как ты смеешь позорить Каноху? Чего? Как ты смеешь позорить Каноху? По моментам 6-6-2. Сори. Ну, что вы можете напоследок сказать? Напоследок, благо, здраво, удачи. Смотрите Найка, подписывайтесь на его канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ну, работало тоже. Да. Достать лавки!